Вечный Завет Глава 24 Провозглашение Закона Элит Джозеф Вагонер Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Римлянам 5 глава 20 и 21 стихи. Цель провозглашения Закона на Синае, дабы умножилось преступление. Цель не в том, чтобы греха стало больше, ибо нам сказано, что бессмысленно оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать. Римлянам 6 глава 1 стих. Отсюда очевидно, что праведный Бог не собирался произвольно увеличивать грех, чтобы иметь возможность проявлять больше благодати. Закон не греховен, но оказывает такое действие, что посредством своей праведности он показывает греховность греха, ибо грех становится крайне грешен посредством заповеди. Римлянам 7 глава 13 стих. Поэтому цель провозглашения Закона на Синае заключалась в том, чтобы показать уже существующий грех в его подлинной природе и масштабах, так, чтобы и преизобилующую благодать Божью можно было оценить в ее подлинном величии. Грех и Закон уже существовали. Итак, провозглашение Закона сделало преступление вопиющим. Но грех, который стал явным посредством Закона, уже существовал, ибо и до Закона грех был в мире. Значит, Закон также был в мире еще до того, как был дан на Синае, точно так же, как и после этого. Ведь грех не вменяется, когда нет Закона. Однако грех вменился Адаму, тому одному человеку, через которого он вошел в мир. Римлянам 5 глава 12 и 13 стихи. Так же и грехи многих его потомков, живших до Моисея, особым образом отмечаются в Библии. Исааку Бог сказал, Блаженство Авраама заключалось в прощении грехов, а знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Римлянам 4 глава 11 стих. Перед тем, как дети Израилевы достигли Синая, когда начала сходить манна, Бог сказал, что он испытывал этот народ, будет ли он поступать по закону моему или нет. Из-за этого следует, что провозглашение закона на Синае не принесло никаких изменений в отношении между человеком и Богом, которые уже существовали. Ничего нового не было сказано. Этот же самый закон существовал и ранее, и действовал точно так же, а именно, показывал людям, что они грешники. Вся праведность, которую требует закон, и которую люди только могут иметь, была у мужей веры. Из них Енох и Авраам представляют собой известные примеры. А значит, единственная причина провозглашения закона на Синае заключалась в необходимости напомнить о его крайней важности и об ужасной природе греха, запрещенного им, чтобы привести народ к доверию Богу вместо доверия себе самим. Величие закона. Именно такой эффект должны были произвести обстоятельства, сопровождавшие провозглашение закона. Никогда прежде такого величественного события людям еще не приходилось видеть. Никогда с тех пор такое событие уже не повторялось. Величие такого события, как провозглашение закона на Синае, превзойдет только Второе пришествие Христа, совершающего отомщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, чтобы прославиться во святых своих и явиться дивным в день оной во всех веровавших. Второе фессалоникийцам, 1 глава с 8 по 10 стихи. Некоторые сравнения. Огонь и дым. При провозглашении закона гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. Исход, 19 глава, 18 стих. При Втором пришествии сам Господь сойдет с неба в пламенеющем огне. Первое фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Второе фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Присутствие всех ангелов. Когда Бог пришел на Синай, чтобы написать своей рукой огненный закон для своего народа, Он пришел со тьмами святых. Второзаконие, 33 глава, 1 и 2 стихи. Ангелы Божьи, все небесное воинство, присутствовали при провозглашении закона. Но задолго до этого дня Енох, 7 от Адама, пророчествовал о Втором пришествии Христа, говоря, «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Иуда, 14 и 15 стихи. «Когда Он придет во славе, все святые ангелы придут с Ним». Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих. Божий закон открыт. Бог сошел на Синай, чтобы объявить свой святой закон народу. Одеснуя его, исходил огонь закона. Синайский закон был словесным описанием праведности самого Бога. Но когда Он придет во второй раз, то сами небеса провозгласят праведность Его, ибо Сам Бог есть Судья. Псалтирь, 49 глава, 6 стих. Библия короля Иакова. Труба Божья. «Чтобы объявить о присутствии на горе Синай Бога в Его царском величии, звук трубный длился долго и становился сильнее и сильнее». Исход, 19 глава, 19 стих. Библия короля Иакова. Так и второе пришествие Христа будет сопровождаться трубой Божьей. «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров». 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. Глаз Божий. «Когда на Синае протяжно и громко звучала труба, Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Исход, 19 глава, 19 стих. «Тогда Бог сказал все слова десяти заповедей, и среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил». Второзаконие, 5 глава, 22 стих. «Таким же образом грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой». Псалтирь, 49 глава, 3 и 4 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Божье присутствие, видимое и невидимое. «Однако пришествие Господа для суда будет более могущественным, чем было Его пришествие для провозглашения закона. Ибо на Синае никто из людей не видел Его. И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Второзаконие, 4 глава, 12 стих. «Но когда Он придет во второй раз, узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные». Откровение, 1 глава, 7 стих. Землетрясение. «Наконец, заметьте мощь Глаза Божьего. Когда Бог изрекал свой закон в Синае, вся гора сильно колебалась». Исход, 19 глава, 18 стих. «Земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева». Псалтирь, 67 глава, 9 стих. «Земля содрогалась и тряслась». Псалтирь, 76 глава, 18 стих. Но при втором пришествии эффект этого голоса будет еще более великим. На Синай его глаз тогда поколебал землю, но ныне он дал такое обещание. «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Евреям, 12 глава, 26 стих. Библия короля Иакова. «Тогда небеса с шумом придут». 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Ибо силы небесные поколеблются». Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стих. Мы обнаруживаем изумительное сходство между пришествием Господа, чтобы провозгласить закон на Синае и его пришествием для суда в конце земной истории. И по мере дальнейшего изучения мы увидим, что эти сходства совсем не случайны. Служение смерти. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. 1 Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Закон делает грех явным. Закон был провозглашен, чтобы грехи народа выявились во всей своей скверности. Грех сокрыт глубоко. Его силы мы не осознаем, поскольку никогда не вступали с ним в смертельную схватку. Но при появлении закона грех становится для нас явным и активным. Без закона грех мертв. Римлянам, 7 глава, 8 стих. Закон же показывает грех в его истинном характере и притягательности, наделяя его силой, силой смерти. Законом познается грех. Римлянам, 3 глава, 20 стих. Выявить грех и показать его отвратительную силу – это единственная функция закона. Связь между грехом и смертью. Смерть приходит через грех. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам, 5 глава, 12 стих. Куда приходит грех, туда приходит смерть. Грех не просто приносит смерть вслед за собой, он несет ее в себе самом. Грех и смерть неотделимы друг от друга. Одно является частью другого. Невозможно приоткрыть дверь и позволить войти греху так, чтобы через нее не проникла бы и смерть. Достаточно маленькой щели, в которую проникает грех, для того, чтобы с ним непременно пришла и смерть. Закон производит гнев. Так как грех уже существовал перед провозглашением закона на Синае, то объявление закона объявило о проклятии. Ибо написано «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам, 3 глава, 10 стих. «Этим проклятием была смерть, ибо именно это проклятие Христос понес за нас. Поэтому очевидно, что провозглашение закона на Синае было служением смерти. Закон производит гнев». Все сопутствующие обстоятельства говорили об этом факте. Гром и молния, пожирающий огонь, дымящаяся гора и дрожащая земля все говорило о смерти. Сама гора Синай, символ нарушенного Божьего закона, была смертью для каждого, кто к ней прикасался. После того, как люди услышали страшный голос Божий, объявляющий свои заповеди, им не нужны были ограждения, чтобы не приближаться к этой горе, ибо когда они услышали и увидели все это, народ отступил и стал вдали, и сказал, «Чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исход, 20 глава, 18 и 19 стихи. Нарушенный закон убивает. Грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Римлянам, 7 глава, 11 стих. Ибо жало смерти грех, а сила греха закон. Не могло быть никакого закона, который бы мог дать жизнь. И в этом не было никакой необходимости. Мы ясно увидим это, когда в свете откровений, данных Израилю ранее, мы рассмотрим более глубокую причину. Почему был дан закон? Неужели Бог желал посмеяться над людьми, давая им закон, который не мог принести им ничего, кроме смерти? Конечно же, нет. Да, Он любил людей. И никогда Он не любил их больше, чем в день, когда из Его правой руки вышел огненный закон для них. Второзаконие, 33 глава, 2 и 3 стихи. Библия короля Иакова. Чтобы явить преизобилующую благодать. Необходимо помнить, что хотя закон пришел после, и таким образом умножилось преступление, но когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Римлянам 5 глава, 20 стих. Поскольку именно закон делает грех явным, то где же его мерзкая притягательность могла быть открыта более ясно, чем на Синае? Но поскольку, где умножился грех, стало преизобиловать благодать, то очевидно, что на Синае мы можем яснее всего увидеть величину благодати Божьей. Независимо от того, как сильно умножается грех, благодать прямо там же будет всегда преизобиловать еще больше. Даже ввиду того, что гора горела огнем аж до неба, нам также сказано «Милость Твоя превыше небес, и до облаков истина Твоя». Псалтирь, 107 глава, 5 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа в боящемся Его». Псалтирь, 102 глава, 11 стих. Благословен закон, открывающий нам величие Божьей чудной благости. Следует ли нам поносить и ненавидеть Его только потому, что Он открывает грех во всей Его уродливости и во всей Его обширности? Нет, конечно. Ведь чем больше и отвратительней грех открывается нам в своей смертоносной природе, тем больше возвеличивается Божья призабилущая благодать. Закон назван детоводителем, ведущим нас ко Христу. И поэтому, хотя Он не сгибаем и суров, Он на самом деле играет роль утешителя, поскольку Он дан в руку посредника. И Иисус и есть этот утешитель. «Если бы кто согрешил, то мы имеем утешителя пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Поэтому, когда Его ученики опечалились от того, что Он должен был их оставить, Он сказал, «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стихи. Пока Иисус был на земле, Он был воплощением Духа. Но Он не желал, чтобы Его миссия ограничилась этим. И потому сказал, «Лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о праведности и о суде». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 и 8 стихи. Утешение в обличении. Отметьте тот факт, что первостепенная работа утешителя – это обличение в грехе. Мечом Духа является Слово Божье, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям, 4 глава, 12 стих. Однако, даже посылая самое острое и глубокое обличение, Дух является утешителем. Обличая в грехе, Он является таким же утешителем, каким является, открывая праведность Божью в прощении этого греха. В обличении, которое посылает Бог, содержится утешение. Хирург, который разрезает тело, чтобы удалить из него ядовитое смертельное вещество, делает это только для того, чтобы затем успешно применить исцеляющее средство. Нужда и восполнение. Великим грехом детей Израилевых было неверие. Доверие себе вместо доверия Богу. Это присуще всему человечеству. Поэтому необходимо нечто такое, что уничтожило бы это тщеславное самодовольство, чтобы пришла вера. Закон был дан таким образом, чтобы совершить именно это и указать на тот факт, что только верой, а не делами человека, приходит праведность. В самом провозглашении закона показана зависимость человека от одного лишь Бога в вопросе праведности и спасения, поскольку люди не могли даже прикоснуться к этой горе, с которой провозглашался закон, и при этом не погибнуть. Как же можно хоть на секунду предположить, что Бог когда-либо планировал для человека получение праведности посредством закона? На Синае Христос, распятый Спаситель, говорил такими тонами, которые должны были достичь сознания всех людей, поскольку этот голос сотрясал даже землю. Закон дан через Моисея. Благодать же и истина пришли посредством Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих, Библия короля Иакова. И пришли не когда-либо позже, а в это же самое время. Моисей был служителем закона как инструмента смерти, по причине ожесточения сердец народа. Но закон благодати и истины во Христе в это же самое время преизобиловал.